Примите вещи! Сегодня у нас новенькая игрушка под названием Spider Fox. На экране ты уже видишь это чудовище, этого мутанта, паучок с башкой и лисцей, и сзади огромная паучина. Откуда это взялось, как это вообще породилось, нам сегодня предстоит выяснить и понять, что мы будем в этой игре делать. Безумный ученый в своей лаборатории проводил эксперименты. Во время своих экспериментов он обнаружил, как объединить двух разных животных в одно. Он начал объединять всех животных по всей Земле. Паук и лиса были последними двумя животными, которые были объединены. Вот как породилось это чудище. Мутант! Произошло что-то неожиданное. У лисы было так много любви, что паутина паука, с которым она слилась, могла вылечить животных. Безумный ученый пытался уничтожить его, но паук Фокс смог поймать безумного ученого с его паутиной. Ох ты, нифига себе! Правильно, так и мой этому ученому. На острове есть комбинированные животные, вы должны вылечить его. Ну, то есть, спайдер Фокс должен вылечить этих животных. Перевод, конечно, такой себе, не совсем корректный. Блин, а она шустрая, эта лисичка. То есть, у нее все осталось, ее проборство вот это вот. И добавилась еще паутина. Как бы круто. А как стрель... Нифига себе, это я так стрельнул? О, она у нас какая-то неоновая, паутинка-то. Прикольно. А есть какие-нибудь тут скрытые тайнички, которые... О-о-о, кто это такой? Кто это? Овчарка! Господи! Как мне страшно стало. Овчарки, между прочим, очень хорошо лис гоняет на охотах. И что нам делать? Сердечки появились. Нам нужно тебя раскрестить. Вот и овчарка, и курица. Отличная работа. Теперь давайте сойдем с этого острова. А куда нам идти? То есть здесь, на этом острове, всего два скрещенных животных было. Это курица и овчарка. И все, в принципе. Так, подожди. Я хочу подойти сюда. Че они тут встали? Ну, курица, понятно, клюет. А овчарка охраняет, видимо, склеп. Если я в них стрельну... Они просто начинают бегать опять. Окей. Давай с этой стороны посмотрим, что тут у нас. Овчарочка, пропусти нас. Почему овчарка нас не боится? Мы же такие страшные. Тут у нас все завалено. Нам туда? Нет, нам туда точно нельзя. Подожди, а может быть нам камни разбить? Хотя я паутиной уже стрелял туда. Не, бесполезно. Попробуйте супервэб на этой стене. А, у нас есть супервэб. О-хо-хо-хо, вот это паутина. Она дерево, дай-ка я попробую запустить. Она сквозь пролетает. Было бы прикольно, если бы она на дереве зацепилась как-то, эта паутинка. У-хо-хо, мы сбежали. Мы находимся в паучьей леса. Мы должны вылечить всех животных. Начнем с хвойного леса. Мы находимся в каком-то очень приятном местечке. Лесок. Тренинг. Написано, тут можно купить сайты. Купить сайты. Лисе, пауку нужны сайты. Апгрейды. Ну, апгрейды еще понятно. Пицца. Вот что я искал. Употребление пищи увеличивает количество веб-страниц. Э-э-э-э, веб-страниц, ну ладно. О, у нас тут карта есть. Ну, карта. Подземный мир. С лавой. Обалдеть. Пустынная земля. Лесная пещера. Короче, нам все эти биомы надо будет обследовать. И найти скрещенных животных, чтобы их вылечить. Пойдем зайдем, короче, вот к сайтам. Булыжник какой-то, слушай. А, наверное, это картошка была. Можно поговорить? Мы еще умеем с людьми общаться, понимаешь? Мы не просто спайдерфокс. Купить паутину. Зачем мне покупать паутину, если она у меня бесплатная есть? Вопрос. Апгрейды. Увеличить веб уровень, уровень какой-то, увеличить скорость работы, чего-то, повысить уровень подъема. Ну, так ничего не поняла, короче. Очень интересно. Чтобы открыть, вы должны находиться на этих уровнях. Вылеченные животные 75, скорость бега 800, веб уровень 3, уровень восхождения 3. Угу, ясно, понятно. Тут у нас что написано? Здесь вы можете найти комбинации животных, которые вы вылечили. Так, ну я же вылечил уже курицу и овчарку. Вот, вот она. Такая маленькая, прикольная. Значит, все, пошли. Можно потренироваться. Можно болотная земля. Болотную землю мы пока не пойдем. А что, как здесь тренироваться? А, все, мы зашли, видимо, в тренировочный лагерь. Сейчас подгружится карточка. Добро пожаловать в веб-тренинг по грэплингу. Ваша цель добраться до фишн-лайн так быстро, как вы можете. Таймер запустится, как только вы покинете эту платформу. Короче, ясно. Нам нужно максимально быстро дойти до финиша. Вот это наша паутина. Так, как мы цепляемся? Вот эта штука. Воу! Нифига себе, прикольно. Давай-давай-давай, скорость, скорость, скорость. Нам надо быстрее. Я как настоящий спайдер-фокс. Упали. Почему не цепляемся-то? Что-то как-то плохо цепляется. Я теперь понимаю, зачем нам апгрейды, чтобы улучшить нашу паутину. И чтобы мы цеплялись как можно дальше. Наш грэп, как по-английски это звучит, не до всего может дотянуться. Вот, например, до этого столба я уже не дотягиваюсь. Новое лучшее время. 26.0.17. Попробуй еще разок. Сейчас я вот бегу-бегу. Жалко тут спринтание. Тут принтуха, правда, тут хочется. Поехали. Опа. Блин. Не получается вот как-то у лисы тянуться к этим столбикам. Сложно. Очень сложно. Это тебе не человек-паук. Это все-таки лиса. Паук. Бежим-бежим-бежим-бежим. Там было 27.0.17. Сейчас будет 20. Есть. Лучшее время. Ну все, мы, в принципе, поняли, как тут что происходит. Потом апгрейдимся, и можно будет заскочить, улучшить свое время. О, снова картошечка. Спасибо. Спасибо. Вот сюда мы можем пройти. Что тут у нас? Ага, огурец. Хвойный лес. Ну, пойдем в него, короче. Добро пожаловать в хвойный лес. Ну, приятно, когда доброжелательно тебя приветствуют тут. Есть много животных, которых нужно лечить. Что ж, пойдем. Дедуля, привет. Можно с тобой поговорить? Найди три монеты на этой карте, и я дам вам мини-карту для этой карты. Слишком много слова карты. Мини-карта поможет, когда комбинированное животное находится рядом с вами. Ммм. Значит, ищем монетки. Остерегайтесь дроидов безумного учета. Дроиды еще существуют? Боже ты мой. Стой, стой, стой. Я могу за нее зацепиться? А, нет, я за дерево зацепился. Грэб теперь можно и тут использовать. Это круто. Юху. Юху. Вокруг можно вот так вот дерево кататься. Паутина наматывается, между прочим. Сейчас, подожди. Она же наматывается, правильно? Вот так вот вокруг. Давай в другую сторону. А, нет. Ну, мы просто к ней притягиваемся, и все. Она не наматывается. Женщина, что тебе нужно? Могу подсказать, где монета. На тысячи сетей. А, вот, смотри. У меня вот сети. У меня всего их сейчас 255. Грэбов 247. То есть, она может у меня закончиться еще. Нифига себе. Так, белка-косуля, скорее всего, это. Стоямба. А, это оле... Ну да, это косуля, короче, была. Вот мы получили еще дополнительную сетку для цыпляния. Капусту собираем. Хлебушек. Мы и... Я вот, кстати, надо сейчас посмотреть. Хлеб я съедаю. Мне дает это что-нибудь в плане... В плане там паутины. Да, это паутина. Я ем... Это как у паука. Он, когда питается, он восстанавливает себе паутину. Тут то же самое. Нашел какие-то рубины. Мы можем по этой паутине лазить. Это здорово. Может использоваться для обновления таких вещей, как скорость бега и уровень... Что-то то там. Уровень паутины, скорее всего. Очень много жрачки в лесу. Просто капец. Вовремя зашел. Смотри. Какой страшный булыжник. Я его паутиной просто взорвал и все. А ящичек вот этот можно? Ммм, ящичек вон. Это лошадь. Лошади-котейка. Лошади-кот. Стоямба. Сколько у тебя здоровья? Стой, стой, стой. Не убегает меня. Лошади-кот. Расформировался. Ну, то есть я его обратно обратил. В ящике у нас опять бургер. Плюс 10 паутин. Круто. А кошечки я могу прицепиться? Нет, кошки не могу. К деревьям как бы, пожалуйста. Но паутину тратить так не хочется. Учитывая, что на тратить... Папана. А можно в него как-то? Я сейчас свою мега-паутину в него запущу. О, и сундук из него получили. Открываем. Что там у нас? 25! Спасибо. Спасибо. Пойдем посмотрим, что у нас вон там. Куча ящиков на самом-то деле. Кто здесь? Опять камень. Ананас? Что он дает? Плюс 25 паутине. Неплохо, неплохо. Так. Вот еще камень злой, смотри. А, нет, это не камень. Кто ты? Попугай? Это щитоносец-попугай, что ли? Кто ты? Ай! Ничего себе он меня ударил. Тащил. Ну да! Точно. А где попугай или кто там? С кем-то был скрещен-то. Непонятно. Слушай, я увидел, что там на дереве была куча паутины. И мне кажется, что я по своей паутине, в принципе, могу лазить. Даже. Ну-ка, цепь. Нет, не цепляется. Короче, по своей паутине я не могу, а по чужой паутине я могу лазить. Как-то странно это. Хотя, вот, запрыгнул. Подожди. Ну-ка. А, тут, короче, дерево такое, что я на нем завис. Ясно. Черепаха и кто? Что это за животное? Пиши в комментариях, короче. Ну-ка, показывайте. А, это... Это как она, блин, блин, блин. На ласку похоже, но это не ласка. Или, может быть, харюк. Так, вот она снова, эта паутина. Давай-ка попробуем по ней. Чё произошло? Подождите. Паук-фокс не любит воду. А где там вода-то была? Вы что? А, вот, всё, я понял. Я понял. Я реально в воду зашёл. К этому дереву просто так не подойти. Можно на паутине к нему вот так вот подскочить. Тихо, тихо, тихо. Мы же не любим воду. Эй, поднимите меня. Паутина такая себе здесь. Нет! Чуть не упал. Ну давай, цепляйся же. Ты что? Зацепить за паутину. Чё происходит? Непонятно. Мы опять в воду. Мы просто, короче, зацепились на дереве и начали визжать. Как лиса. Ну мы, в принципе, есть лиса. Да блин, опять вода упала. Как это сложно. Плохо цепляется. Короче, скорее всего, проще... Давай, лиса, не подведи меня. Проще вот так вот как-то на паутине туда взобраться. Вот так вот смотрю, воды нету, да, сверху. А она есть. Вот. Вот так вот было проще. Прям в воду. Прям в воду плюхнулся. Хотя её не было. Текстурки воды там как-то плохо прорисовываются. Вон там вижу, смотри. Вот кто ты, кто ты? Ласка, хорёк. Скорее всего, это хорёк, короче, убегает от меня. Ну-ка. О, другого цвета какой-то. А лес-то вообще большой. Я же могу карту открыть? Мои следы показываются, где я вообще был, где не был. То есть по следам легко определить. Что это такое за звук-то был? Ладно, неважно. В следующий раз. Монетка. А нет, это батон. И печенька. О, можно тут пролезть. Значит, мы спасли. Тут 70 животных. Ты представляешь, сколько нам всего спасать тут предстоит? Там много. Паутинкой. Давай. Ну давай же. Почему ты не цепляешься за свою паутину? Так медленно ползёшь. Это просто капец. Очень медленно. Ещё ни одной монетки я не нашёл. Что это за звук? Что это за звук? Дрона вижу. Дрон, дрон, дрон. Лови мою супер-веб-паутину. Сейчас, сейчас, сейчас. О, хорошо как. Сундучок гоните мне. 60. Неплохо. Восстановим свои силы паутинные. Вот ещё бургер. Яйцо, что ли? Кокос. О, монета. Монета. Наша первая монета. Ништяк. Камень очень злой. А, кстати, у меня есть сердце? Ну-ка. У меня нет сердец, но когда меня ударяет, отнимается паутина. В данном случае минус 25 паутина у меня случилось. О, сундук. Пойдём откроем. Ну что ж там? 350 паутин. Нифига себе. Недурно. Очень недурно. Вон, вижу животное. Вижу животное. Сейчас пойдём туда. Животное. Это кто у нас? Лошадь? А, это вот как раз. Погоди, это енот с кем? Что это за птица? Я на самом деле с животным миром не очень дружу. И не всех животных знаю, поэтому. Уж извините. Ну да, это енот. А что за птица? Она улетела куда-то. Вон она. Ты кто? А, нет, это не птица. Это кабан, скрещенный с филином, что ли? Ну да, филин и кабан. Мы их раскрестили. О, можно ещё сюда залезть. Нифига себе, 70 животных. Это сколько ж он намутировал? А это что значит? Бесконечная паутина, если я сейчас её возьму? Или цвет нужно угадать паутинке и схватить её? Каждый цвет определённые свойства даёт, наверное. Ну-ка. Радужная паутина. Все паутины супер паутины. А-а-а. Все паутины супер паутины. А она у меня кончается? Не. А, нет, кончается паутина. Паутина кончается. Ну, кстати, бегать я стал шустрее. Но вот кончилось и всё. Я стал медленно теперь бегать. Вижу снова, снова, снова хорёк с черепахой. Повторяться будут животные. Ну, как бы логично, да. В лицу не может быть, там, например, жираф и слон. Это же всё-таки пустыня. Они в пустынях будут. Красноголовик и броненосец этот. О-о-о. Ты кто такой? Иди сюда. Я тебя поймаю. Убегает ещё, блин. Медведь с кем это? С харьком тоже. Медведь, спаси меня. Спаси меня от этого дроида. На тебе. Давай как настоящий тарзан. Полетели. Блин, не могу зацепиться. Вот что значит нужно прокачивать свою паутинку. О, супер веб. Пойдём мы её возьмём. Вся моя паутина теперь радужная. У-ху. У-у-у. Е-е. Вот так вот надо. Я супер лис. Меня не остановить. С моей светодиодной паутиной. Кажется, я кого-то нашёл. Я лечу к нему. Только вот. Я не могу зацепиться за дерево. Да что ж такое-то? Не хватает длины. Ты кто такой? О, а я только говорил там про жирафов и всё. Только вот тебе лев. С кем ты объединён? Лев с черепах. А, это рысь с черепахой. Да? Ну, короче, тигрица с черепахой была объединена. Это что, получается, к пустыне подходим уже? Или как? Да пустыне-то вообще далековато. В другую сторону вообще нам идти. Сейчас карту посмотрю. Так, мы там. Ага. Тут вообще нет выхода к пустыне. Вон там вижу животное ещё какое-то. Камни. Как у меня до столи. Монетка, что ли? Монетку нашёл. Монеточка. Сейчас монеточку бежим и собираем. По стенкам же можно? Я к стенкам не могу цепляться. Какой ужас. Сколько камней? А, минус 25 здоровья. Точнее, паутины. Ну, мы быстро восстановили, в принципе, это всё дело. Обжираемся, обжираемся, обжираемся. Пойду, короче, сюда вот наверх поднимусь. Что-то интересное. О, пончик, как я тебя пропустил. А, это не наверх. Тут просто проходик. Ого, как ты далеко забрался. А что ты такой токсичный? Муравей-енот? Я знаю человека-муравья, но вот человека... Ну, муравья-енота я не знал до сегодняшнего дня. Кажется, я нашёл последнюю монетку. Здорово. Сейчас мы её соберём и побежим к тому мужику. Или он сам к нам прибежит? Я вот без понятия. Сейчас это будем выяснять. Опа. Монетка, иди к нам. Вот это я лоханулся. Сейчас запрыгнем вот так вот. Эть. Тихо. Тихо. Давай. Да ёлки-палки. Я знаю, что я могу запрыгнуть. О, да. Я был так близок. Да что ж такое-то? Есть. Все три монетки у нас, хотел сказать, в кармане. Ну, получается, где-то в шерсти. О, что это такое? Что это? Показывает животных на карте? О, медведь и олень. Стой, медведь и олень, я тебя спасу. Короче, эта штука показывает нам, где находятся животные скрещенные. Они скрещенных не показывают. Кстати, классная штука. Потому что некоторых животных прячут, вот как мы муравья-енота спасли. Он был наверху. Просто так его бы я не нашел. Эй, мужик, я нашел три твоих монетки. Чё, Даш? Спасибо, что нашли монеты. Наслаждайтесь мини-картой для этой карты. А, точно. Короче, предлагаю выйти отсюда и прокачать себя. Отличная работа, Паук Фокс. Вы вылечили 25 животных. Открыты новые ворота. Здорово. И плюс 50, далее рубинчиков. Купить сайты. Ну, то есть, паутину, скорее всего. 250 паутины. Нет, паутины у меня навалом. Апгрейды. Вот, увеличить веб-уровень 1. Да. Увеличить скорость работы. Вот это, я не знаю. Повысить уровень подъема. Это дальность паутины, скорее всего. Тут вот даже написано. Текущий альпинистский уровень. Что ж, у нас есть еще возможность прокачать на 274 рубинчика что-нибудь. Давай, наверное, альпинистский уровень вот опять прокачаем. И пойдем затестим на нашем тренировочном лагере. О, кстати, у нас паутинка в зеленую окрасилась. Значит, вот, у меня теперь паутинка зеленого цвета. Это значит, что я могу вот здесь вот цепляться. Ого, вот это скорость. Вот это да. Ай, да я... Гляньте, с какой скоростью я лечу. Боже ж. Немножечку промахнулся, но... 12 секунд. Это мой новый рекорд. Может быть, я еще быстрее смогу. Дай-ка попробую. Попробовать надо. Поехали. Да, застрял. А можно заново, пожалуйста? Короче, я уже тут 1100-1500 раз попробовал. И все, не получается у меня рекорд свой последний побить. Сейчас еще разочек вот пролечу с тобой. Давай, 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 давай. Ноже, ножи, ножи. Есть! Ништяк. Совсем чуть-чуть, конечно, в скорости улучшил. Но рекорд побит. Все, выходим. Сейчас, короче, в новую локацию сходим. Посмотрим, будут ли какие-нибудь изменения там. Вот наши животные, которых мы спасли. Так, открылось у нас там, не открылось. Там закрыто. Ну, пойдем в болотные земли сходим. Там должны быть какие-нибудь рептилии, скрещенные со змеями. Или что-нибудь подобное такое вот интересное. О, чувачок! Чет-чет, дарова! Что ты хочешь мне сказать? Ходят слухи, что животные никогда не любили сумасшедшего ученого. Ну, это как бы логично, и что? Все? На этом диалог закончился? Значит, туда болотная земля, а сюда? Добро пожаловать в лесная пещера. В пещеру можно зайти. Пойдем, ладно, в болото сходим. Как и хотели изначально. Твоя паутина не причинит вреда моим злым крысам. Ученый! Я его встретил! Какой ужас. Дедули, здорово. Найди три монеты. Ага, понятно. Этот дед везде присутствует на каждой карте. А ты помощница, да, по поиску монет? Ясно. Значит, в каждой локации есть свои какие-то чуваки, которые мне препятствуют лечению животных. Если в прошлой карте это были дроны, то сейчас это электрические крысы какие-то. Они, по-моему, от меня убегают. Они не хотят со мной сражаться. А нет, хотят. Блин, супер паутины против них бесполезно, что ли? Ничего себе! Я ничего не могу с ними сделать. Какой-то домик. Пойдем, сходим. Ой, нет, я... Нифига себе, минус 50! И я уменьшился в размере... А, нет, я сплющился. Ничего себе! Дай-ка в дым. А я думал, они меня не трогают. А они вон как... Пффф! Лучше от них подальше держаться. Короче, нужно прокачать паутину, чтобы с ними как-то бороться. Пока я не прокачаю, мне здесь делать нечего, по всей видимости. Либо просто от них убегать. Соточка. Угу. О! Нифига себе, ты кто? Ты зме... Нет, это рыба. Рыба, короче... Кто-то... А, это черепаха и крокодил! Вот! Я же говорил, что тут будут такие рептилии. О, да ладно, тут еще и дроны есть. Короче, чем дальше, тем больше противников. Я думал, на каждой карте по одному противнику. Одного типа. О, а эта крыска, она без электричества. В арбузе как будто каком-то бегает. Ну и ей тоже мы ничего сделать не можем, слушай. Ладно, предлагаю, короче, отсюда выйти и сходить в пещеры. Посмотреть, что там. Мы же сможем это сделать вот так вот. Лесная пещера. Пойдем посмотрим, что у нас тут скрывается. Можно почитать, подожди. Вам нужно для этого уровня восхождение третьего уровня, веб-уровень 3 и скорость бега 800. Ага. А у меня ничего этого нет, поэтому мне туда не нужно. А тут у нас что? Восхождение уровень 2, веб-уровень 2. Но, в любом случае, я пойду еще схожу в пещеру, гляну, что там вообще. Ловушки. Это не похоже на пещеру. Какая пещера лесная, блин? Это просто лес, прекрасный лес. Фэнтезийный. Но никак не лесная пещера. Ага, вот первая ловушка, которую я нашел. Мы ее можем? Нет, не можем. А сколько она урона наносит? Ну-ка. Минус 25. Ну что ж, мы посмотрели три локации. И я думаю, что на этом мы будем закругляться. Игрушка очень простенькая, медитативная, расслабляющая. Но не для прохождения на ютубчике, я считаю. Потому что тут все одно и то же. Поэтому на этом все. Это был Спайдер Фокс. Если понравилось, ставь лайк. И подписывайся на канал. И тогда мы вновь увидимся в новом ролике. Так что до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok